Алексей Елаев, замгенерального директора по правовым вопросам с парка Ленинград в студии В Калининградской области есть две основные особенности Во-первых, это связано с близостью Европы, с близостью европейских рынков Поэтому многие товары изначально появляются в Калининградской области Потому что они гораздо проще по логистике, чем везти их через Москву И калининградские дистрибьюторы могут брать небольшое количество товара у европейских поставщиков Для того, чтобы опробовать те товары на калининградском рынке То есть не обязательно везти вагонами до Москвы, каким-то образом решая этот вопрос И вторая особенность калининградского рынка Это опять же близость Литвы, близость Польши, близость Германии Калининградский потребитель очень часто бывает в торговых сетях Польши, в торговых сетях Литвы В германской торговых сетях, то есть в торговых сетях всемирных брендов И поэтому он видит уровень обслуживания, он видит уровень цен, он видит планограмму То, как что-то выглядит, и поэтому он хочет высокий уровень сервиса И поэтому мы обязаны предоставлять ему очень высокий уровень сервиса, как клиентского сервиса То есть по обращению потребителя, по разрешению жалоб потребителей, так и сервис по обслуживанию в торговом зале и прочие аналогичные вещи То есть у вас конкуренция не только с российскими игроками получается, но за внимание вы также конкурируете и с европейскими? Несомненно, и за внимание, и за доверие потребителя Федеральные сети еще в Калининград не зашли, как я понимаю, поэтому как делится рынок и насколько сильна конкуренция? В Калининградской области существуют федеральные сети, это «Виктория», входящая в группу «Дикси» и это «Метро» В общем, тут региональные сети, такие как «Семья», такие как «Спар» Поэтому исторически калининградский ритейл был региональным И исторически и супермаркеты, и даже гипермаркеты развивались самостоятельно, автохтонно Под влиянием того, что калининградские бизнесмены бывали в Европе, часто бывали в Европе и видели, как это делается И калининградский менеджмент тоже видел, как должен выглядеть гипермаркет, как должен выглядеть супермаркет Но для этого не надо делать большую экспедицию, как может быть из Москвы, из Калуги, из Рязани, чтобы увидеть настоящий гипермаркет, как он есть На форуме звучало несколько раз уже, особенно в аналитических докладах Несмотря на общие разные настроения в ритейле, все равно есть рост, все равно продолжают открываться магазины Как на всем этом фоне, какие у вас планы на ближайшее будущее, до конца года, на ближайший год? Сеть развивается Сеть развивается Конкурировать, развиваться Обязательно, обязательно Развитие, улучшение сервиса, улучшение качества и вкусные продукты для наших потребителей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова